Доброе утро, мои дорогие! На улице ещё не расцвело. А у нас вон чего. Кому не спится с утра? Кому не спится с утра? Привезла вчера яйца от Даниной мамы, от Танюшки. Серёга там заправляет их. Будут полупляться маленькие перепёлочки и уточки. Мау, в темноте не видно. Мау, жаждущие. Вот, не зря ждали, мяукали. Не видно в темноте, все тёмные. Утро. Петухи орут. Снежочек шёл. Я вас не буду поздравлять с Рождеством, потому что это видео вы увидите гораздо позже. Ну, хотя бы всё равно. Пусть с запозданием. Серёга пилит. Сложите, пожалуйста, вот сюда вот. Ах, качели. Ну, не сказка ли? Солнышко бы вышло. Ох, как бы они, эти сосульки бы засияли. Ну, красота. Правда, кошки? Нахохлились. Тимур, ты хороший. Только расцвело, Марина там уже пиццу делает. Ну, прям вот не могу, как мне. Как мне нравится зима. Только такая вот настоящая. Со снегом, с маленьким морозом. В моришке, вон, какие горшки. Тоже сажают у них всё. Петухи орут. Ай. Серёжа разобрался с яйцами. Положил их в инкубатор. Всё, дело пошло. Ещё одна домой просится. Не пускают, да? Не пускают тебя. Что ты, курешь, стоишь. Ага. О, заранее. Красота. Что это? Ну, ты скрипишь, бессовестный. Забегает с улицы. Сюда. Потом на холодильник. Потом наверх. И фиг его достанешь оттуда. Ещё и скрипит лежит. Ага. Всё, могу, мама. Ой, ёп. Сразу говорю, я пироги печь не умею. Мне ещё корявые всегда. Только вкусные. Ну, корявые. Корявые, хоть и весело. Люди есть, да? Пирожок-пирожку. Всё красивенько. Так хорошо. Посолить забыла. Всё забыла. Ну, это всё про меня. Но зато всё, бегом, бегом. Всё, срочно. Вы не представляете, девочки. Ватами, что вокзал отходит. Легли вчера поздно. Ужасно. Нет, легли вчера рано. Да. Утром. Ага. Ужасно. Потом встали утром. Поели. Пиццу я сделала. Вот, я о том. Ага, пиццу. Они покушали пиццу. Соляночку у меня было. Да, соляночка была. Поели соляночку. Решили поспать. Решили поспать. А я лежу, а меня подбрасывает. Подбрасывает, потому что мне так захотелось Наполеона. Но не могу. Не могу. Хочу Наполеон. Я вот достала. Всё там лежит. Вот книжечка. Записаны все под это. Для крема. И тут я сюда. У меня есть тесто. И надо его с ним что-то сделать. Вот один пирожок уже в духовочке стоит. Там изюм, мандаринка и яблочко. Ну, что было, сюда и напихало. Ну, это я сейчас делаю кулебячку с капусткой. Вот, сейчас не надо срочно съездить подружку, отвезти в аптеку. И обратно мне дочка болеет. Мы сейчас отвезем ее в аптеку. Привезем. Обратно приедем. У нас подойдет как раз этот пирожок. Другой испечется. И там можно уже Наполеоном заниматься. Ну. А там будет кино. Очень красиво будет кино. А вы говорите, когда мне снимать. Девчонки. Когда мне снимать. Вот Любовь Николаевна, она в гостях. Она пироги не печет, ей можно снимать. Она может поснимать, и вас всех очень ценят. Я по вам скучаю, по тем, кто меня смотрит. Ну, ей-богу, я не послеваю. Я не могу. Балду гонить, но нет у меня времени. Но будет, все равно будет. Скоро я сейчас дела разгребу. И буду с вами разговаривать и беседовать. Так, ясно. Люблю с Рождеством. Всем желаю счастливого Рождества. Хорошего начала года. Продолжения хорошего. Пусть все плохое останется в прошлом году. Вас ждут только какие-то чудесные преображения во всем. В жизни, в работе, в любви. И пусть преображается все в лучшую сторону. Но, может быть, вы даже не понимаете, что она преображается в лучшую. А для вас как раз происходят какие-то волшебные перемены. Верьте, все будет хорошо. Я вас поздравляю. Вы завелите меня. Вот так вот. Да, мои дорогие. Вот такая Марина во всем. Сейчас мы поедем, потому что нужно подруге помочь. Вот все бросить, все свои дела. И надо поехать помочь подруге. Это вот она. А потом мы приедем, вернемся. И она будет делать Наполеон. Первый раз в жизни. Вот ей захотелось и все. Она говорит, так захотела у Наполеона. Ой, Маришка. Это просто вообще. Я ее обожаю. Ой. Ну, она вот такая-то. И самое главное, что у Дани, мама Таня, вот они прям похожи с Мариной. Внешне не похожи. А вот и та такая же тоже. У меня никогда не было такой энергетики сумасшедшей. Ну, не было просто. Не дано. Ну, делала все, что нужно. Но такого не было. Что такое? Что мысль эту? Что? Поговорить пришел. А сейчас я вообще с возрастом стала медленно очень делать все. Я говорю, меня само это бесит. Но как-то вот не знаю почему. Ой, а Марина... Ой, с ума сойти. Вот человек. Мало того. Еще хотели к подружке в гости поехать. Ну, проблема. Иринка наша болеет. Сказала, не приезжайте. Жалко, конечно. Ничего не поделаешь. Болеют многие, но... Чем болеют? То ли просто люди болеют. Но все же боятся. Сейчас поедем на машине, прокатимся. Воздухом подышим. Я не буду раскачивать. Ой, с ума. Сова какая деревянная. Смотрите. Я думала, ты ружье вытаскиваешь из багажника. Да. Каждое ружье бывает стреляет. Красавица. Куда ты ее? Да. Красавица. Пока сюрприз. Секрет. Вот она какая. Хороша. Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте. Как у вас жизнь? Ой, не могу. С черной головой. Нормально все, видимо. Здравствуйте, товарищи. Ну, а что делать-то? Ой, ну вот эти мне так нравятся они. С черной головой. Хорошо вам живется. Слышно, петухи орут. Друг-друг перебивают. Ну, конечно, ботинку жрать. Я тут сейчас вам все равно есть принесу. Так, станьте, ребят. Я сегодня просто так нашла. Любовь Николаевна экскурсия. О, как поют-то хорошо. Будь. Вон, Маринины. Куколки, которых она делает. Мотанки. Или мотанки. Не знаю, как мотанки, наверное. По-русски-то. На улице минус шесть. Сейчас посмотрела. В Черноморском плюс двенадцать. Но вот я приеду, и будет один-три тепла. Вот это вот всегда так. Я не знаю, с чем это связано. Поможди, как хочешь, без разницы. Давай, давай, давай. Давай, я позвоню, как будут подъезжать. Хорошо. Ага. Даня вчера так удивился. Говорит, Господи, надо какой торговый центр. Красавец. Утюг, утюг. Да, а он какой красивый, как сделан. Ну да. Стоянка собиралась. Галькин был. Ну, Галькин, я была же у Галя. Снимаешь? Да. Она же Шрабикус. С ней же нельзя никуда выйти. Она же все предаст, продаст и расскажет. Товарищ, как ей довериться? Я вот, может быть, что-то ей сердечное собиралась. Уже вот начала. У меня так из души она взяла. А я снимаю. Вот так вот мы живем. Вот так все на показ. Сейчас, как вы говорите, все вот прям выворачиваем и все вам рассказываем. Вы же тоже так делаете. Раз там мы всем рассказали. Там на публику миллионов пятьдесят. Я образно говорю. Ну, конечно. Люба, я тебе желаю, чтобы столько смотрела. А почему нет? Да. А на самом деле, друзья, посмотрите, у нас какой хороший город. Вот это у нас идет ярмарка с правой стороны. Справа рынок и ярмарка. Потом мы едем в магазинчик с правой. Тоже там всевозможные электротовары. Тут и М-видео было, еще что-то было, периодически меняется. А слева мы проезжаем знаменитую у нас в городе Китайскую стену. Она появилась одна из первых. Здесь вот заканчивался город. И мы начали строить микрорайон Заречный. Такой вот многоэтажный. А дом был маленький. Дома два, там три этажа. И вот появилась эта Китайка, а за ней уже все остальное. Построили нам огромную гостиницу. Справа мы сейчас будем проезжать. Люба, вам снимут, пока я не виду. А впереди вот торговый центр. Кэмп, он называется, кинотеатр, Эльдорадо, вот всякое такое. А справа вот эта вот гостиница, которую кто-то назвал, что она занимает первое место по своей некрасивости. Нет, она в сотню входит некрасиво к зданию России. А я считаю... Ну это по Варламу. А я считаю, кто он такой-то, что он определил? Он архитект. Ну и что? Он такой знаменитый архитектор, что он может вот такие ярлыки вешать. Я не считаю, что наша гостиница некрасивая. И не считаю, что человек вправе... Вообще, если он архитектор такой известный, ну пусть занимается архитектурой. Наверняка у него это шикарно получается. А критиковать другие здания. Вот правда, вот сними его начало этой гостиницы. Вот она, низ ее. Вот она, вот она. Видно. Не сказал бы, что я некрасивая. Она просто здесь неуместная, я бы сказала. Может быть, он это имел в виду. Потому что, ну, на самом деле, неуместная. И на фоне всех этих зданий, маленьких, достаточно по сравнению с ней, она как бы вызывающе выглядит. Но я не представляю, кто в ней будет жить. Ну, кто будет жить у нас в Щелково в этой гостинице? Где набрать столько жильцов? Я не раз говорила про эту гостиницу. Когда ее строили, я думаю, просто рассчитывали, что аэропорт Чикаловский все-таки сделать международным. Была такая задумка, по крайней мере. Слухи в народе об этом ходили. Но, видимо, все это отменилось. И нет этого всего. Здесь есть солнечные чистые на набережной. Сейчас появится набережная. Это все закрыто забором, к сожалению. И, в общем-то, ну, что красивого есть у нас в городе. Особенно летом. Посмотри, посмотри, какая. Здание вот это большующее. Встроили элитный дом. Его построили. А делать никак не могут. Вот, у меня такое впечатление, что ее передают из рук в руки, как флаг такой. Или ку-ку. А вот это вот место, где мы как раз проезжали, и фура встала. Я пешком бегала. Я видела. Вот здесь я на лестницу поднялась, и эта фура вот тут пацавала. Было страшно, на самом деле. Потому что можно зависнуть здесь. Не знаю, насколько времени. Потому что пока приедет какая-то спецтехника. И пока она вытащит эту чудесную фуру отсюда в горку. Ну, по крайней мере, это при хорошем раскладе. Я так прикинула. Ну, пройдет час. И час стоять в пробке как-то вот было не очень весело. Тем более, я вот очень есть хотела вообще поесть. Как все люди. А сейчас праздники. Мы так все разожрались. Пирожки, печок. Что-то там делаем все. На кухнице у меня торчит. Ну, в принципе, это здорово. Гостей принимаем. Сами в гости ходим. Ну, правда, кому мы с Любой хотели в гости сходить за эти праздники, очень нам хотелось. Она заболела. Мы все вот держим кулачки, чтобы все прошло. Конечно, эта болезнь нас всех очень... Даже не то, что огорчила. Несмотря что, конечно, а просто разобщила. И вот момент такой, когда ты начинаешь привыкать, что тебе надо ходить в масках. Это очень, очень тяжело. Мне не нравится маска. Мне трудно дышать. Да и мне тоже. И я считаю, что все равно вот это вот дыхание, где ты находишься, сырое остается у тебя. Но с другой стороны, все говорят, это очень вредно, там прочее, десятое. А вспомните наше детство. Мы все ходили вот так вот с шарфиком. Еще сюда закладывали платочек, ну, чтобы шерсть там ребенку на губы не попадала, наверное, от шарфа. И мы вот с этими платочками ходили и целый день дышали, и у нас с нами не было. Но при этом, правда, без конца бронхитами болели в нашем детстве. Потому что вот мне бабушка всегда давала мороженое, только растаявшее. Никуда не подеваешься. Все так жили. Вот эти вот шарфы до сих пор в санках мы ездили. Но морозы были другие, влажные была другая. А вообще-то, в принципе, мы ели здоровую пищу. Зато мы, по крайней мере, где-то... Марина, ну мы же на улице в этих шарфах-то ходили. Конечно. А сейчас мы маски-то в помещениях одеваем, на улице не очень. Только на улице выходили. Так, мы куда едем-то с тобой-то хоть скажи. Вот это золотой завод. Это Щелково золотой завод. Мы едем к нашей приятельнице. Ей нужно съездить в аптеку за лекарством. Ребенок приболел. Я ее сейчас туда отвезу. Заодно сделаем кое-какие свои дела. Просто сюда не ходит никакой транспорт. У них там такое СНТ. Люди живут, а транспорта нет. Ну, в будние дни автобус ходит достаточно редко, чтобы на него каким-то образом рассчитывать и вернуться на нем, и уехать на нем. Как-то это не очень. Выходит, не одна я в волне так живу. Люба, да тут все хлещевать люди живут. Вот они совершенно далеко. Посмотри, ты от волны, от города можешь пешком дойти. Я часто хожу у тебя. Там совсем недалеко. Вот посмотри, мы проехали, сколько мы едем. Вот, светофора. И нам еще ехать, ну, как минимум километра полтора. Пешком здесь не находишься. Просто не находишься. Ну, люди ходят. Сейчас будем проезжать. Здесь еще делают лекарства. Такая фирма, фармакологическая какая-то. Сейчас прочтем ее даже название, и у вас посвятим. Совершенно не военные тайны. Вот мы к ней подъезжаем. Нет, чуть подальше. Трейд-сервис какой-то, розничная компания. Вот сейчас она будет прям буквально. Слышишь, пешком идти? Да ужас. А вот там что-то было. А там тоже производственные какие-то компании. Там есть еще кухня. Вот, видишь? Канон фарма. Канон фарма. Даже в стране они красивые кухни очень делают. Раньше, я насколько знаю, они там использовали итальянские фасады. В своем производстве. Сейчас не знаю. Вот так вот сюда. Ну, доедешь так далеко, конечно, нет. Так вот сектор. Территория Щелковского родоуправления. Вот за родоуправлением здесь есть как раз такое, как это сказать, СМТ, где живут люди и живут постоянно. Все рассчитано на то, что у людей должна быть машина. Еще хорошо, чтобы ей кто-нибудь бензин выдавал в этой машине. Но, вы знаете, не выдают. Не выдают. Вот туда, где голубое, там что-то виднеется, вот туда нам надо ехать. Ну, как вы считаете, можно пешком вот сходить в аптеку, да? Пока ты дойдешь, может быть, лекарства уже не нужны. Поэтому, Любовь Николаевна, не жалуйтесь на свой Крым. У вас все гораздо приятнее. А где мой телефон делся? Не знаю. Вот он лежит. А, вот он лежит. Мартышка очки. Я, на самом деле, недавно тут бегала, детям, говорю, я потеряла очки. И когда я увидела очки у себя на лбу, у меня просто шептало. Это было смешно. А раньше я смеялась над этой бабушкой, которая потеряла очки. Поэтому не смейтесь, не смейтесь. Не надо смеяться. Все бывает по-разному у людей. Вот, посмотрите, сколько человеку пойти в аптеку сходить. Как вам? Нравится такой поход? Конечно, есть возможность сесть на такси, но на это есть друзья. Для этого есть друзья. Вот оставайтесь на линии, и ваш разговор скоро будет продолжить. У нее там шлагбаум-баум не проедешь, а разговор скоро продолжится. Вот эта дорога была сломана. Здесь было завалено все кирпичами. Мы ездили вот там, далеко-далеко в объезд. И оттуда сюда заезжаем. То есть еще вообще на оленях. Мы в СНТ. Да, едем в СНТ. Сейчас позвоним, нам откроют... Как это называется? Шлагбаум. Шлагбаум. Шлагбаум-баум-баум. Вот такой вот здесь СНТ. Ой, людей много живет. Летом, конечно, здорово. Сейчас не очень красиво все выглядит. Ну, надо отметить, зимой хорошо выглядит только на фоне леса, когда что-то. А так все достаточно сумеречно как-то смотрится. Ну, тем не менее, вот, на мой взгляд, самое хорошее, что у тебя просто есть дом. Свой, нигде не снятый. Никому ты не платишь какой-то квартплаты. Кроме как, ну, реально квартплаты за свое имущество. И это самое важное, иметь крышу над головой. Кому повезло ее иметь, это очень здорово. Хотя некоторых, вот, наоборот, надо подстегивать. Когда у них нет чего-то своего, они больше уже не добиваются. Ну, все очень разно. Очень. Сейчас будем звонить. Вон, шлагбаум впереди торчит. Ну, попросим, чтобы нам его открыли. По телефону. Я сейчас дозвонюсь до Светы, и надо будет шлагбаум. Пока не дозвонилась. Вот, так дозвонилась. Открывайте, пока. Вот, сейчас откроется шлагбаум. А тут что-то строится, да? Что-то или это... Нет, это организация, забыл, как это называется. Управление, что ли? Ну, все время тут какие-то происходят. Что-то старое ломается, что-то делается. Вот, дорогу новую сделали недавно. Не хотелось ездить в объезд. Некоторое время. Несколько месяцев, там, месяц, три, четыре. Наливалась такая лужа. Вот, сейчас мы будем ехать по этой дороге. Я вам покажу. И если вызываешь такси, таксисты не любили приезжать. Вот здесь прям была огромная лужа. А потом разрушили старое здание здесь кирпичное. И вот мы кидали сюда кирпич, оно было все завалено. Потом разровняли и сделали эту дорогу. И люди, конечно, я думаю, очень счастливы. Хотя, как все у нас делается, дорогу делали под зиму. И вот сейчас канал, непонятно откуда. Я думаю, просто проваливается. Потому что, как всегда, деньги же уделяются в Новый год, когда уже все распилено. Напилили сюда чуть-чуть. Вот, чертник, дорога. Лишь бы она не развалилась. Весной будет видно. Да. Сколь честно, и построили дорогу. Никого нельзя осуждать, потому что, что, в таких сейчас условиях, просто не стоит судить о том, кто и как живет. Каждый за себя отвечает. Нечего только. Ну, а так прекрасно. Природа, погода. Мы поехали домой. Печь Наполеон. У нас всем праздничный Наполеон будет. Я не знаю, насколько он красивый будет и какой. Но если получится, Люба вам его снимет. Это будет мой первый Наполеон в жизни. Бабушка всегда пекла. Мама моя, поклоняя, когда я сегодня утром встала, и поняла, что я хочу избить Наполеона. Сейчас я это буду делать. Не судите меня строго. Вот, сегодня полдня. Я убила на это дело. Ну, я так это люблю. Мне так это нравится, ребята. Это вы даже не представляете. И крема осталось, и всего хватает. Вот знаете, только что не хватает? Не хватает лепешек для присыпки. Ну, видимо, сейчас я последнюю там придется поджечь немножко. А это будет крайний левый ряд. Вот так вот как-то вышло. Не знаю, с утра была такая пицца вкусная. Потом такие вкусные эти, господи, пироги. Пироги с капусткой мы ели сегодня пироги. И с чем мы еще ели пироги? С черносливым. С черносливым, яблоком и мандарином. Мы, короче, тут изгаляемся как можем. Ну, вот и хорошо, я вам скажу. Сейчас завершение, понимаете, вечера. Да. Наполеончик без повода. Кстати говоря, я вам скажу, это первый мой Наполеон в жизни. Никогда не пекла Наполеонов. Попробовала печь. Все у меня получилось. Бабушка их делала маленькие и уютные. А у меня большой. Ну, вот на последний курс уже тут вот дырки такие будут. Ну, и бог с ним. Первый раз. Затрон большой. Да. Я никогда их не делала. Это первый мой Наполеончик. И мне он очень нравится. И крема в достатке обычно так. Крема не хватало. Я сейчас понимаю, почему. Потому что мы все у бабушки тырили крем. Конечно. Каждый подойдет и втихаря ложечку нам стырит. Ну, чего же удивляться. Вот так вот, ребят, мы сегодня проводим выходные. Чудесно, волшебно. Вкусно и хорошо. Сейчас чаем мы все закипятим. Я посыплю это все. И мы наедимся до пуза. Ой. Вот так. С нашими сахарами-то. Или ну их. Здоровых людей сейчас у всех мало. Не надо есть. Вот знаете, когда ты что-то ешь и себя упрекаешь, обязательно все. Ну, да. От ложится фиг знает во что. В болезни, вы еще что-то. Ешьте с удовольствием. Если вы уже решили нарушить какую-то диету или еще что-то, съешьте это с радостью. Не надо себя есть. Вот потом по столах. Я зачем мне это сделала. Ладно, наплевать. Буду с удовольствием. Правильно, так и надо. Вот давай с удовольствием. Первый Маришкин-Наполеон.